Еще раз хотелось бы доброго утра всем пожелать. Ну и что, гости, время гостей. Наша студия, она наполнена гостями, поэтому немножко информации. С 3 по 7 декабря в Красноярском крае стартовал этап 6-го открытого регионального чемпионата Красноярского края молодые профессии WorldSkills Russia 2018-2019. Напомним, это соревнование по профессиональному мастерству среди молодых людей, своего рода Олимпийские игры для студентов и молодых рабочих. Движение WorldSkills объединяет 72 страны и у нас в гостях представители сразу двух интересных профессий. Эксперт по технологии моды чемпионата WorldSkills Людмила Браверман вместе с победителем 5-го открытого регионального чемпионата Евгением Вашиковским. Доброе утро. Доброе утро. Рад вас поприветствовать и правильно понимаем, что вы уже постоянно в Едистале, уже получили, так сказать, похвалу и награду за свои работы. Это то, за что вы поимели награду, правильно понимаем? Можно побольше рассказать о том, что это такое и чем запомнилась экспертами на вашу работу? Моя работа запомнилась тем, что она самая аккуратная среди тех, которые были. Серьезно? Вот только вот эта причина? Или есть какие-то, может быть, изыски в виде, там... Вот, допустим, юбка я вижу какая-то необычная, правильно? Ну, да. Это шутка, шутка. Я уже, может быть, думал, так, так, стоп, может, сложные штаны, не пойму. Нет, на самом деле, юбка запомнилась мало чем, потому что все самое красивое было спрятано под жакетом. А и ты этого не видел даже? Нет, это как бы видели, но когда была общая картина, этого незаметно. А как вы вообще к этому пришли? Вот вы, мужчина, почему вас привлекла именно... привлек пошив именно женской одежды? Ну, почему же меня привлек пошив именно женской одежды? Я шью все. Так, но, тем не менее, и плюс и женский наряд также отшиваете. Ну, конечно. А как к этому пришли? Ну, чаще всего, там, не знаю, мне кажется, мужчина все-таки, он в случае для мужчин. Только женщина бывает. Нет, насколько я знаю, изначально же, да, если посмотреть фильмы, то... Италия, да? Вот мужчины же примеряют костюмы, все они делают, да? Ну, может быть, может быть. Такое у них. Вы почувствовали себе итальянские корни? Вряд ли. От чего начинался? Позволите мне, как говорят некоторые модельеры, на по-настоящему одеть-раздеть женщину может только настоящий мужчина. А-а-а. Вот так. Мы дилетанты в этом деле, поэтому, да. Хорошо. То есть, все из-за аккуратности, да? Вот. А какие критерии можно поинтересоваться? Какие были критерии оценки работы? Ну, критерии были следующие. В первую очередь оценивался внешний вид, посадка на манекене, то есть... Манекен вот такой, неживой человек. Да, неживой человек. На манекене сдается работа. Хочу сказать отдельно, чем запомнилась работа Евгения, тем... Вы видите аксессуар на жакете? Да. Этот аксессуар показался не только всем экспертам, но и у нас был приглашенный эксперт, сертифицированный из города Новосибирска. Она отметила, что данный аксессуар отличается своей креативностью, казалось бы, простотой, но, как говорится, все гениально и просто. Но это бабочка, правильно я понимаю? Да. Это бабочка в стиле оригами сделана. Ее можно убирать и прикладывать, да? То есть, можно, в принципе, сформироваться различными... Это съемное изделие. Так что... А вообще, в принципе, сколько экспертов принимало участие? Какие-то были, не знаю, там, обязательные задания выполнения? Конечно, каждый конкурс, каждое конкурсное задание состоит из определенного числа модулей. В прошлом году на пятом открытом региональном чемпионате у нас было пять модулей, среди которых было эскизирование, отшив жакета по готовым лекалам, разработка, конструкторская разработка и отшив юбки. И изготовление аксессуара. И вот, пожалуйста, Евгений со всем этим справился. Да. С легкой гостью просто такие еще плюс продемонстрировал. Оригами, как вы сказали? В стиле оригами, да. А тематика прошлого года была тема минимализма. Вот. То есть я не справился. Очень негативно, да, потому что мы и ЛД будем билет разыгрывать. Лучшие друзья девушек — это бриллианты. Я вот хотел бы сейчас обратить внимание на... Изделия из серебра. На Александру, да. И там у них тема вот... Я думаю, что вот сейчас Саша расскажет. Давай. Да, я к себе заманила ювелиров. Ювелиров заманила к себе девушкой. Наверное, это не удивительно. Так. Я давайте представлю. Здесь говорим все о том же, собственно, мероприятии WorldSkills Russia. А Алексей Шахназаров — главный региональный эксперт ювелирного дела этого чемпионата. И Антонина Жукова — участница национального чемпионата WorldSkills. Доброе утро. Теперь уже говорю. Собственно, у меня тут на столе есть немножечко красоты. И правильно ли я понимаю, Антонина, это все сделано вашими руками? Ну, практически все, кроме вот этой работы, это делал мой одногруппник. Все остальное — это вы? Да. Как вы решили стать ювелиром? Мне кажется, это немножечко какое-то больше мужское дело. Но у меня есть предвзятое отношение, на самом деле, потому что мой брат ювелир. Более того, Алексей Васильевич учил его, моего брата, поэтому знакомый давно. Так вот, мне казалось, что это мужская профессия. Антонина, как вы сюда пришли? Ну, вам правду или красиво сказать? На самом деле, я случайно попала, но ювелирное дело — это возможность создавать что-то, что будет жить дольше, чем ты проживешь. То есть, металл, он явно дольше, чем человек. И мне нравится, что можно его все время преобразовывать. То есть, я сделала вот, например, ну, кто-то сделал этот ключ, да, я его могу переплавить, сделать заново пластину и изготовить уже что-то совершенно другое. То есть, хрупкая девушка может победить твердый металл. Алексей Васильевич, а действительно, это все-таки профессия мужская или женская ювелир? Вы знаете, в последнее время я замечал такую тенденцию, что девушки уже переживают парней. Вот перед вами. Антонина у нас получила медальон, это медальон дается в Орске ЛСЕ за мастерство. То есть, она это признанный мастер уже считается во всем мире. Она, правда, к сожалению, не забрала первое, не завоняла первое, второе, третье место, но она оказала свое мастерство. Набрала больше 500 баллов. Вау, фантастически. Скажите, пожалуйста, вот Алексей, знаем, что в этом году приехало около 400 студентов, да? И наверняка в вашей номинации вот большая конкуренция. Ну, у нас 6 человек участвуют, выйдет 1 человек только. А у Тони какие там шансы? Уже никаких. У Тони нет, потому что она вне конкурса. Она победитель, нет, она на национальном чемпионате на Сахарине вот выступала, вот там медальон и получила. И она, к сожалению, по правилам WorldSkills не имеет права уже выступать в следующий раз. Она сейчас будет выступать у нас, только в ней конкурс она будет. То есть, вот такой вот признанный мастер. А что после WorldSkills? Те, кто выиграют, что дальше? Ну, региональный выигрывает, идет отборочный уже. Куда дальше отборочный? Отборочный на национальный чемпионат. Отборочный человек прошел, он проходит уже на национальный чемпионат. Национальный прошел, и он уже дальше может мировым участвовать. В 17-м году наш парень с Москвы, Никита, занял золото. То есть, выиграл золото. Мальчик. В Абудапе, да. Редкий мальчик в этой профессии. Да. Ну что ж, пожалуй, имеет смысл сказать о том, что, наверное, нет разницы, мальчик ты или девочка, главное быть человеком. Нет, вот именно, да. Главное, иметь терпение. Вот, например, если здесь Антонина, она утром приходит, эскиз показывает, вот это хочу делать, хорошо. На другое утро приходит, это хочу, хорошо, но когда только будешь делать это все, эскизы приносишь, приносишь, да. То есть, она работает. Она учится днем до трех часов у нас. После трех идет дома, еще дома работает. Вот такие люди добьются чего-то. Вот. Друзья, давайте на этом, пожалуй, мы подведем итог, что люди добиваются чего-то, только когда очень хорошо стараются. Я представлю своих гостей. Это Алексей Шахназаров, главный региональный эксперт ювелирного дела чемпионата WorldSkills Russia 2018-го, и Антонина Жукова, участница национального чемпионата WorldSkills. Ну, а своих гостей представляете, мальчишки, вы. Спасибо вам большое. Я все внимательно очень слушал, и мне кажется, очень круто, что есть вот это движение, и то, что абсолютно круто понимать, что делать что-то своими руками, это сейчас востребовано, это сейчас становится модным, и это сейчас, мне кажется, некоторые тенденции. Поэтому я благодарен, что вы сегодня рассказали нам о этом событии, что нашли время порадовать нас вашим визитом. Мои гости, Людмила Браверман, главный региональный эксперт по технологиям моды, и Евгений Машаковский, победитель пятого открытого регионального чемпионата. Вам удачи!